Саша, ты знаешь, что сегодня день пятницы? Подожди, сегодня же вторник. Конечно, вторник. Но сегодня 10 ноября, день Пороскевы, пятницы. Православной святой покровительницы семейного благополучия, счастья, торговли, домашнего хозяйства и женских забот. Ну, можно сказать, это ваш женский день. Ну, почему сразу только наш? Мужчины, что, по-твоему, не хотят семейного благополучия? Ну, об этом можно спросить и у нашей гости, парапсихолога Маргарита Аристархова. Маргарита Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Маргарита Михайловна, для кого все-таки актуальна эта проблема создания крепкой семьи? Другими словами, кто чаще к вам обращается, мужчина или женщина? Ну, скажем так, к нам чаще все-таки обращаются женщины, но это не значит, что для мужчины эта проблема менее значима. Одиноких мужчин не меньше, чем одиноких женщин. И самое главное, как показывает статистика, женатые мужчины здоровее, живут дольше и, в общем-то, более благополучны во всех сферах жизни. А пресловутый венец безбрачия, он вообще существует? Это чисто женская тема или мужчина это как-то касается тоже? Сейчас очень много говорят о таком виде биоэнергетического повреждения, как венец безбрачия. На самом деле это очень редкое повреждение, это родовой негатив, который обязательно идет по роду. И это повреждение действительно не дает женщине возможности выйти замуж и завести детей. И мужчине тоже, соответственно, если это есть на нем. А действительно ли эта проблема существует и вот так актуально, как сейчас о ней говорят? Или может быть люди просто тем самым объясняют свои неудачи на любовном фронте? На самом деле сейчас очень многие проблемы, в том числе совершенно немагического характера, списывают на венец безбрачия. Это существует, но это встречается, ну я не знаю, вот за мои 30 лет практики, наверное, раз 5 был действительно классический венец безбрачия. Все остальное, это в первую очередь, конечно, психологические проблемы. Как понять, что мы находимся под действием этих злых чар? Ну, понять очень просто. Если женщина или мужчина несколько лет встречаются с людьми противоположного пола, пытаются создать какие-то отношения, создать семью, и у него ничего не получается или у нее, соответственно, есть вероятность, что есть магическое повреждение. Но я рекомендую все-таки сначала обратиться к психологу, потому что психологические проблемы в разы чаще. А можно ли снять тот самый венец безбрачия или вот это вот магическое повреждение самостоятельно? Или все-таки нужно обязательно обращаться к специалисту? Что касается магического повреждения, если это не элементарный сглаз, который, как любая, так сказать, царапина проходит самостоятельно со временем, если это наведенное специалистами по черной магии магическое повреждение, то есть это перекрытие дорог личной жизни, это кража судьбы, это печать одиночества. Я впервые услышал, что такое кража судьбы? Ой, это очень подлый вид порчи, когда симпатичная девушка, ну вот она пользуется большой популярностью в школе, может быть, в институте, вдруг резко у нее прекращаются все хорошие отношения, и семья не создается, несмотря на былую популярность и действительно внешнюю привлекательность. У какой-то ее подружки, которая, в общем-то, серой мышкой была, прекрасная семья, да, вот это вот вариант порчи, то есть либо сама подружка, либо ее мама идет к черному магу и вот крадет эту судьбу счастливую. Ужас какой! Маргарита Михайловна, а есть какие-то безвредные ритуалы, которые помогут снять вот такие вот нехорошие сглазы, что ли? И наладить личную жизнь. Да. Если выяснилось, что совершенно точно нету магического повреждения и просто вот, что называется, не везет, вот, лучше всего, во-первых, обратиться к психологу, убрать какие-то психологические блоки, которые мешают, и провести такой вот, я вам покажу, простой интересный ритуал. Значит, вы на растущей луне, ближе к полнолунию, берете розовую свечу. Именно розовую? Розовый цвет – это цвет любви, поэтому если вопросы о любовной магии, лучше всего, если это будет розовая свеча. Можно красную, розовую лучше. Покупайте два обручальных кольца, одно большое, одно меньше, я вот специально взяла одно очень большое, одно очень маленькое. Дальше мы зажигаем свечу, потом я объясню смысл этого ритуала. И через горящее пламя надеваем сначала большое кольцо, потом маленькое кольцо. И свеча должна полностью догореть. Если какой-то ритуал проводится со свечой, гасить ее нельзя, потому что считается, что если вы эту свечу погасили, то от своих желаний вы отказались, и, соответственно, ритуал не сработает. Наговоры, которые можно читать на свечу, существуют. Ну, например, наговор к Параскеве пятница. Матушка Параскева, пошли жениха скорее с мужем ниже, без мужа худо, а вдовой хоть волком вой. То есть это такой простой, но эффективный ритуал, который, в общем-то, можно делать практически каждая полнолуние. Спасибо вам большое за этот, надеемся, полезный разговор и хорошего дня. Надеюсь, что полезный. Спасибо, до свидания. И всем без исключения желаем большого счастья в личной жизни.